Привет, друзья! Это Кухня на изнанку. Сегодня у меня 10 салатов с фасолью, которые можно приготовить и просто на ужин, и на праздничный стол. Во всех салатах я использую консервированную фасоль, но, конечно, можно заменить на обычную отварную. Итак, первый салатик. Рецепт я когда-то взяла у мамочки в записной книжке, и частенько он меня выручает. Гости с удовольствием подкладывают его себе в тарелки, а приготовить такой салат можно за пару минут. Нарезаю вареные яйца и отправляю в миску. Сюда же немного зеленого лука и баночка консервированной фасоли. Жидкость я сливаю, фасоль промываю и отправляю в салат. Сюда же маринованные грибы, соль по вкусу и майонез. Майонез я готовлю сама. Ссылочку на несколько рецептов домашнего майонеза я оставлю в описании под видео. Перемешиваю. И подаю вот так на листьях салата. А сейчас приготовлю легкий майонез из фасоли, которым и заправлю второй салат. Рецепт прислал Илья Воронин, за что я уже не первый раз его благодарю. Конечно, вкус очень необычный и на классический майонез мало похож. Но обратите внимание на этот рецепт. И в пост, и для тех, кто на диете, это просто находка. В чашу блендера отправляю стакан белой фасоли. Это как раз целая баночка. Добавляю 4 столовых ложки растительного масла, немного соли и чайную ложку сахара. Сюда же чайная ложка острой горчицы и столовая ложка лимонного сока. Чтобы майонез получился более жидким, можно добавить немного жидкости от фасоли. Но мне сегодня нужен густой соус, поэтому жидкость я не добавляю. Взбивать буду погружным блендером. Через минуту все готово. Можно добавлять салаты. Я уже натерла 2 плавленых сырка. Теперь сюда же добавляю 4 вареных яйца. Тоже натираю на терке. И немного мелко нарезанного лука. Теперь 2-3 ложки майонеза из фасоли. Хорошенько перемешиваю. Подаю такой салат обычно на греночках. Вид не супер аппетитный, но это очень вкусно. Можно посыпать сверху зеленым луком. Получится немного веселее. Третий салат у меня сегодня с баклажанами. Убираю от баклажана хвостик и нарезаю. Кожицу можно снять при желании. Но нам она не мешает, поэтому я не убираю. Нарезаю брусочками. Не слишком мелко. Перекладываю в миску. Добавляю соль, черный перец и немного масла. Хорошо перемешиваю. Обжариваю баклажаны на сильном огне до румяной корочки. У меня это занимает примерно 5 минут. Пока баклажаны остывают, нарезаю лук. И приготовлю заправку. Смешиваю столовую ложку оливкового масла, столовую ложку яблочного уксуса и чайную ложечку меда. Фасоль я предварительно промыла. Отправляю в миску. Сюда же нарезанный лук и зелень. У меня кинза. Добавляю подготовленную заправку и перемешиваю. Теперь отправляю в салат баклажаны. Такой салат я готовлю заранее. Он становится намного вкуснее, когда настоится. В зелень можно добавить любую. Нам, например, нравится кинза. Но вкусно и с петрушкой, и с укропом. Так что вполне можно заменить. А вот в следующем салате нужна именно кинза. Беру вот такой пучок. И нарезаю. Теперь лук-порей. Нарезаю полукольцами. Можно взять обычный репчатый лук, но тогда его предварительно лучше замариновать. 50 граммов грецких орехов немного порвлю ножом. И собираю салат. Кинза, лук, орехи и баночка консервированной фасоли. Теперь заправка. Чайная ложка томатной пасты, 3 зубчика чеснока, черный перец и 2 столовых ложки оливкового масла. Все перемешиваю и заправляю салат. В самом конце солю и даю салату настояться хотя бы пару часов в холодильнике. Подаю такой салат к мясу. Пикантный и очень ароматный. Часто готовим к шашлыку, но и с запеченным мясом тоже очень вкусно. Следующий салат я уже когда-то показывала. Рецепт придумался случайно, когда к нам неожиданно пришли гости. В холодильнике у меня тогда стояло только 2 баночки, консервированная фасоль и оливки. Добавила маринованного лука, орешков, зелени. Получилась отличная закуска. Так и назвала его 2 баночки. Теперь часто готовлю такой салатик на праздники. Нарезаю лук полукольцами. Добавляю чайную ложечку сахара, столовую ложку яблочного уксуса и 100 мл воды. Оставляю минут на 15. Орехи измельчаю ножом. Можно предварительно их обжарить. Нарезаю петрушку и собираю салат. С фасоли сливаю жидкость и промываю. Добавляю оливки. Лук отцеживаю через сито и отправляю тоже в салат. Сюда же 1 зубчик чеснока, орехи и зелень. Солю и добавляю оливковое масло. Осталось перемешать и поставить на стол. Попробуйте приготовить. Казалось бы, ничего особенного, но празднично и вкусно. Можно подать такой салатик порционно. А следующий салат готовится еще проще. Просто соединяю три вида фасоли и заправляю. Три баночки. Да, можно и так назвать. Вначале заправка. 2-3 столовых ложки масла. Я беру оливковое, но и любое другое подойдет. Сюда же 2 чайных ложки яблочного уксуса или лимонного сока и 2 чайных ложки горчицы. Я беру в зернах. Добавляю мелко нарезанный зеленый лук и перемешиваю. В миске соединяю красную фасоль, белую и тонкую зеленую фасоль. Ее можно немного измельчить. Заправляю салат. Готово! Такой салат вкуснее, когда настоится. Подаю к мясу и к запеченным овощам. Но можно приготовить заправку немного по-другому. Смешать лимонный сок, оливковое масло, измельченную мяту и черный перец. Получится очень вкусный салат к рыбным блюдам. Ну и как же без селедки? Под моим предыдущим видео, где я показывала необычные салаты с селедкой, мне много раз в комментариях советовали попробовать салат с селедкой и фасолью. Ссылочку на это видео я оставлю в описании. Я, конечно же, попробовала. И получилось не менее вкусно, чем с зеленым горошком. Поэтому смело рекомендую, если вдруг для вас этот салат окажется новым. Вначале замариной лук. Немного соли, пол чайной ложечки сахара и 2 чайных ложки уксуса. Я снова использую яблочный, но можно любой, конечно. Добавляю 100 мл воды и оставляю на 15 минут. Собираю салат. Баночка консервированной фасоли. Кусочки селедки. Я заранее ее подготовила. Маринованный лук. Жидкость я, конечно, слила. И зелень петрушки. Заправляю ароматным маслом и перемешиваю. Очень вкусно. И выглядит аппетитно. В качестве закуски на праздничный стол очень даже подойдет. А следующий салат я точно буду готовить на новогодний стол. Это салат белый. Рецепт еще год назад мне прислала Леля Я. И я, наконец-то, его попробовала. Это очень вкусно и просто. Обычно для салатов я куриное филе запекаю. Так нам нравится больше. Но, конечно, можно просто отварить. Вчера на ужин я запекала филе индейки и кусочек оставила для салата. Филе я предварительно мою. Выкладываю в миску и добавляю специи. Немного соли сюда же и пару ложек оливкового масла. Хорошо все перемешиваю, чтобы масло и специи распределились. И оставляю так примерно на полчаса. Затем выкладываю кусочки мяса на фольгу. Делаю бортики. И немного прикрываю фольгой сверху. Так и мясо не высохнет, и духовка останется чистой. Ставлю в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Вот этот кусочек возьму для салата. Конечно, предварительно я его остудила. Нарезаю на небольшие кусочки и выкладываю в миску. Теперь грибы. Я взяла резанные шампиньоны в собственном соку. Банка 400 грамм. И такая же банка белой консервированной фасоли. Жидкость я слила и фасоль промыла. Заправляю майонезом. Если не любите майонез, посмотрите по ссылочке в описании рецепт моей любимой заправки вместо майонеза. Она сюда тоже отлично подойдет. Хотя, конечно, с майонезом вкуснее. Автор писала, что можно добавить немного чеснока и специй. Но нам понравилось именно в таком сочетании. Даже соли достаточно. Вкусно. Лучше, чем оливье. Конечно, вкус этого салата очень зависит от вкуса куриного филе или филе индейки, как у меня. Если добавить отварное, а не запеченное со специями мясо, то, скорее всего, специи и соль все же нужно будет в салат добавить. И зубчик чеснока, наверное, тоже не помешает. Но в любом случае, это очень вкусно и сытно. Автору спасибо за новый для нас рецепт. И следующий салат я тоже буду готовить в первый раз. Рецепт мне прислала Елена Н. И он тоже около года ждал этого дня. Для салата нужны сухарики. Я готовые обычно не покупаю, поэтому приготовлю сама. Батон нарезаю на небольшие кубики. Добавляю ароматные травы, соль и немного масла. Перемешиваю, выкладываю на противень и ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. А ты читала рецепт? Сухарики можно со вкусом паприки запитать, томаты. Не дочитала. Надеюсь, сильно на вкус не повлияет. Хотя, конечно, в рецепте важна каждая мелочь. Следи за мной. Слежу. Урезай помидоры. Вначале удаляю мякоть. Нарезаю. Теперь маринованные огурцы. Примерно так же. В миске соединяю фасоль, одну банку, маринованные опята, 150 граммов. Предварительно я их промыла. Огурцы и помидоры. Заправляю майонезом. Майонез нужен со вкусом лимона. Именно такой я и взяла. Добавляю по вкусу соль и душистый перец. Перемешиваю. Заправлять салат нужно непосредственно перед подачей. Выкладываю подходящее блюдо. Сверху посыпаю натертым сыром и зеленью. И зеленью. Сухарики выкладываю вот так вокруг, чтобы они не размокли в салате. Блюда, конечно, нужно было брать побольше. Нет, побольше нельзя. У тебя потом остальные салаты на стол пробуем. Супер! Название любимое этому салатику очень даже подходит. В этот вкус влюбиться можно. Елена, спасибо вам за рецепт. Вкусно! И еще один салатик на сегодня. Надеюсь, я вас не сильно утомила. Оставьте любой смайлик в комментариях, если досмотрели до этого момента. Для меня это очень важно. Итак, десятый салат. Простой, легкий и вкусный. Куриное филе запекаю со специями, даю остыть и нарезаю вот так крупно. Теперь овощи. Сладкий перец, огурец, и лук. Собираю салат. Курица, перец, консервированная фасоль, огурцы и лук. Солю, добавляю яблочный уксус и растительное масло. Перемешиваю. Салатик готов! Все рецепты я оставлю под видео в описании. Очень жду ваши отзывы. Напишите, какой из этих десяти салатов вам понравился больше всего. Оставляйте свои рецепты в комментариях. Я их все себе сохраняю и когда-нибудь обязательно попробую. Ставьте лайк этому видео и делитесь им с друзьями. Подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не потерять. И, конечно, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Впереди еще много всего интересного. Игорь Негода